Специальное предложение для геймеров в Медиамаркт. Игровая клавиатура Trust. Всего за 2499 рублей. Медиамаркт. Давай-давай, сердцем выбирай. Мы сейчас строил борца. Что, висп-котел? Стандартные уже баны против ликвид. Бэтрайдер напугал. Да, в этот раз нави с вами убирают виспа, потому что фердспик уже у команды ликвид, и играть против этого героя не хочется. У ликвид, в свою очередь, появляется свободный бан, и к Магнусу у нас присоединяется бэтрайдер. Ну, наконец-то. Инвокеры, я думаю, они могут... Инвокером они могут и закрыть, потому что я не думаю, что нави будут брать его на даблпик. Когда-то, Дэнди, не хотели давать инвокера. Ну, сейчас не то время. Вот Мираклу, наверное, не хочется давать инвокера, но и котла, и виспа давать не хочется больше. И, наконец-то, Тускара дали. Можно, берем. Ну, Тускар, а на второй инвокер. И результаты у них, кстати, с Тускаром не самые хорошие, как ни крути. За последние вот их игры, поэтому вот он здесь есть, и это как раз таки про то, что для нави это, может быть, даже сам приятный пик. То есть, они не забрали какого-то инвокера, они не забрали какого-то инвокера. Тускара, Тускара, то есть, ладно, ничего страшного. Ну, дело не в самом герое Тускаре, а всё-таки в исполнении. Мне кажется, что Тускар — это герой, который может в миде очень сильно помогать, чтобы Мираклу было хорошо. Но Мираклу было плохо, потому что Тускар не делал то, что хочется для Мираклы. То есть, я не вижу причин, почему будет что-то менять. Ну, вот такая комбинация от нави у нас появляется. То есть, у нави уже есть помощничек на мид. И сразу же Ликвид отвечают лондруидам против Дарксира на линии. Герой весьма хорош. Сильный, много динает. Щитки тебя не напрягают, ты динаешь спокойно себе в своё удовольствие. Сейчас за это получаешь ещё и экспириенс дополнительный. Скорее всего, Матумба будет играть через привычный уже на этом турнире для себя билд. Мидас, Родианс. Сейчас просто берём любую игру, в которую они тоже брали Тускар Лондруид, и угадуем остальных героев. Можно угадать. Не очень большой разброс. Ну, Дизраптор на пятёрочку тут неплохо смотрится и против Дарксира, и против Айр Спирита. И, опять же, смотрится для Дарксира неплохо Дизраптор. Я бы его всё равно убирал, потому что... А вдруг это всё-таки будет вот те самые полу-виртус проще, с какой-то герой там, типа, с Вайна на кэри зайдёт, под эту же комбу какой-то Дарксир. Вот уже есть Дизраптор и там, с раскастами героя в центр. Ну, кстати, да, первый пикует Нави, поэтому Ликвидом... Да. Поэтому я бы, наоборот, убирал Дизраптора здесь. Нужно банить Ликвидом. Потому что просто связка земель и Дарксир — это уже довольно неприятно. Но Кура Ист отвечает бану Квапы. Ну, ласт пик у Нави в этой игре, соответственно, будет... Это Эр Спирит плюс какой-то контрящий герой мидера врага для Дэнди. То есть те самые истоки, которыми Нави побеждали команды чуть-чуть послабее, правда, уровнем, но всё же уверенно. Минус Энигма, минус Эмбер Спирит и третий пик от Натус Винсера. Есть саппорт. Есть оффлейнеры... Дизраптор — хороший вариант. По связку с Дарксиром. Да, ну вот, если бы ещё комбинировать... Джакирос. Вот, команда, которая с Джакиро очень любит играть, и в прошлом патче... Коллектив, который действительно этого героя расценивает как хорошего саппорта очень и очень часто, в отличие от, ну, наверное, всех других представителей дот-комьюнити, дот-сцены. Потому что вот у кого-у кого, аджекированная появляется, ну, частенько. 40% винрейт в патче... Не так плохо, наверное, как для этого персонажа, который вроде как не метовый. Но, с другой стороны, не так уж и хорошо. Его и ставят много куда. То есть он даже ходит и W сложный, как саппорт, и иногда в центр заезжает. По-всякому его используют, поэтому посмотрим. Ну, с Одесси, это точно уже пятёрка, которая стоит с Келли на линии. Потому что Эрспирит будет бегать. Да, если Дизраптор уезжает... Ну, Дизраптор, да, появляется. Сразу тролль, по понятным причинам, потому что они планируют ломать товара. Ну, и Нави нужен какой-то герой на мид, ну... Наверно, они целят-то в Квапу. А, ну она уже банена, извините. Тогда им нужно целить в какого-то героя вроде ОД. Может быть Лина для Дэнди. Может быть и Лина. Ну, опять же... А, тролль плюс Лина, мне кажется, ну не столько даёт тролль для Лины, сколько для какого-нибудь другого героя. Зато с другой стороны Эрспирит и Лина могут любого мидера прям убивать с первого уровня. Ну, можно, опять же, какую-то тампларку взять. Ну, ОД, в принципе, тоже может. ОД хорошо звучит. ОД спрятал. Ну, ОД спрятал. ОД спрятал то, что надо. Да-да-да. ОД даже, наверное, получше будет. Ну, только что-то я Дэнди на ОД вообще не припоминаю. Припоминаю я. Было. В последнее время не вижу ни одного ОД. В последнее время нет. Вообще когда-то. А это очень важно. Когда человек не имеет. В последний раз он играл на нём в про играх. Не знаю, сколько месяцев назад. Ну, минимум два. Повторно появляется Элдер Титан в сложную для Ликвид. Майнд Контрол, видимо, почувствовал уверенность и говорит, что против двух персонажей он уж точно готов стоять. А Эр Спирит вряд ли часто туда будет подключаться. Дэнди играл на Дремлиге 18 дней назад против ЕПГ и потом 4 месяца назад в одной из старсерий. Вот как раз таки Обсидиан Деваур отправляется в бан. Но только команда НАТУ с Инсердом. Сами забанили. Тогда Лину убираем. Отдаём какой-нибудь Тэмпларка. Пусть играют. Ну, или СФ. Что-то такое боевое. Ну, СФ с Эр Спиритом это немножко не то. Так-то да. С другой стороны, вот они много имеют на тролле, много имеют на СФ. И вот два героя таких сильных идут. И особо вот прямо вот так вот драться против героев, которые сыграет БКБ, нечем. Ну, вот на месте Liquid я бы забанил Лину и взял бы Тэмпларку. Хотя, секундочку, я знаю про Na'Vi один такой фокус. Что они Джакира в мид ставят, если видят Тэмпларку. И Дэнди играл Джакира в миде против Тэмпларки. Стоит нормально. Это давно было. Он играл 8 раз в своей карьере над ХД. Это было последний раз против Империи. 26 дней назад. Да. Лично видел. А до этого в 14-м году он так делал. Но могут же, видишь, помнят же. Могут. В общем, сборка в 14-м году. Пайп, Форстаф, Ю, Даггер. Ну, сейчас... Вот сейчас у него 3 дня назад. 24 дня назад, 26. У него тоже. У него была Мека. Лотус, Мека, Солар, Шива. Совсем другой набор. Родоватас хорошо смотрится на Джакира сейчас. Легко собирается. И полезен. Очень долго думает Кура. Забанили Урсу. Сейчас просто, знаешь, такой антимаг. Как в старые добрые. Ага, антимаг Ландруид. Поехали. Катать по карте. Агоним на Ландруида. Ну, какой-то нужен герой, который создает спейс. Потому что Ландруид – это герой, которому нужно минут 18. Джаггернаут. Почти. Ну, не совсем. Он создает спейс, но хотя бы не страдает. Так это жесткий ответный пуш через медведя с подпалкой. Медведя с захилом. Так и есть. Да, и возникает тут только вопрос, кто на ком сыграет. Первая, вторая позиция у Ликвид. Будет ли это Джаггернаут в миде. Но я больше склоняюсь тоже к этому, что это Джаггернаут в миде. Ну, это может быть Ландруид миде. Но все равно это Матумба будет. Лина от Дэнди, скорее всего, все-таки. Я чувствую, что Матумба, вне зависимости от того, пойдет на мид или в легкую, он все равно будет играть на Ландруиде. Или ОД. Ну, ОД же тоже хорошая. В бане только. Секунду. Извините. Я что-то Иквапуп рекомендовал, она в бане. ОД, она весами забанили, значит не хотят. Мне здесь нравится и Темпларка, и Лина. Темпларка мне не очень нравится, потому что… Против Джаггера мне тоже не очень нравится. Но они здесь… Они берут худший вариант из возможных. Нет, это хороший вариант в целом под пик. То есть, вот мы опять наблюдаем пик Na'Vi, он хороший идейный пик. Но они проиграют. Такой пуш, да? Ну, все у них сочетается. И драка, и пуш, и сочетание кор персонажей. И примерно ноль нюков. То есть, у них замечательная стяжка-связка, куда никто ничего не дает. В смысле? А Джаггера ультует, это всем нюкам нюк. Ну, так-то да. Но тебе нужно какие-то дизейблы тогда давать. Так, дизейблы есть. У Эр Спирита ауешный дизейбл. У Джаггера ауешный дизейбл. Нет, у них пик очень хороший. Но они проиграют эту игру. Подытожил. Видите, короче, это не работает. Вторая карта Liquid против Na'Vi. Прямо здесь, прямо сейчас. Это Эпицентр. И Вилат со Смайлом комментирует. Спасибо огромное, Вань. Да, действительно, мы продолжаем все время комментировать эту игру. А я дождался. Мне нравится Джаки Росс, я болею за Na'Vi. Мне вообще понравились вот эти итоговые слова. Итоги наших аналитиков. Конечно, у Na'Vi все хорошо, но они проиграют. Да, это великолепная аналитика. В этом и суть всех наших аналитиков. Поэтому мы, комментаторы, такого себе не позволяем. Да, Сергей? Конечно. Вот это самое главное. Мы говорим о том, что пик у Na'Vi клевый, и они должны побеждать. А как получится, это вы уже потом будете инмейту с Габлаком и с Жотмом объяснять. Они там вам нарассказывали и так далее. Нравится, не нравится. Ну, лично мне не нравится Dragonite. Я надеялся видеть какого-то другого героя. Но с другой стороны, если мы бьем здание, Dragonite Джакира, почему бы и нет? Здание бьется довольно неплохо. Ну, посмотрим. Это Na'Vi. Все-таки задумка у них какая-то должна быть. На предыдущей карте была задумка с Рошаном на первом уровне. Попытались они это сделать, но Меркл все читает. Здесь тоже наверняка есть какая-то задумочка у них. Я думаю, будут пытаться реализовывать. Как раз все по товарам. ДК по товарам, Джакира по товарам, все по товарам. Самое главное, что инвокера забанили. Вот реально многое предопределяет в игре против Liquid то, что не будет Меркл играть на инвокере. Да, тут у него Джиггернаут, он и на Джиггернауте хорошо сыграет. Меркл на всех хорошо сыграет. Причем свапнулись у нас с Liquid линиями. У нас в Меркл будет играть на легкой и на Джиггернауте. В Миде будет у нас стоять как раз Матумба на… А ты уверен? Ну да. На закупы просто я смотрю. Меркл. То, что в боковом магазине будет себе Сталшилл покупать. Да, да, да. Уже просто Медведь стоит на Миде. Он так и должен делать. Интересно, как Матумба в Миде стоит. И опять-таки Драгонайту против Медведя будет стояться не так весело, как против Джиггернаута стоялось бы, скажем так. Посмотрим, как Дэнди справится с этим давлением. Сейчас он сбегал, проверил, если здесь кто-то. А вот это интересный Смоуганг. А вот это интересный Смоуганг. Так, ну и все. И неинтересный Смоуганг. На самом деле, куда они идут? Не знаю, что четыре героя. Что происходит вообще? Джаша. Хороший подблок. В чем был план? Объясни мне. Отличные шарды. Просто великолепная игра. Просто идеальная игра сейчас. Браво Куроков. Это Курукай. Это Курукай. Великолепный просто-напросто. Действительно, есть шард. Отрезает. Но, опять-таки, куда шли, непонятно втроем. В чем был план? Шли, наверное, под сноубольчик. То, что один герой будет пытаться забирать руну и на тайминг накатиться, убить руну еще забрать и уйти оттуда. Да, ну, они просто юзнули смог вот прямо здесь, возле Тавра. Предусмотрительно, Санейка тыкнул ворды. Мы видим там вот ближе к ких-баунти руне и в миде. Поэтому знал прекрасно Санейка, знала команда Na'Vi, что сюда попытка вот зайти трех героев. И очень сильно повезло команде Liquid. То, что не закончилось это несколькими даже смердями. На топе у нас трипла. А вот этот трипла мне нравится. И Миракла отсюда прогонят. И Мираклу надо будет отсюда уходить. И Мираклу надо уже... Это будет убивать соло против троих персонажей Санейка. Да ну, ладно. Есть Fairy Fire. И Миракла должны добить. Миракл. Миракл. Размансил. Санейка. Догонять Миракла. Здесь крип. Миракл прячется. Отпивается Миракл. Дальше мансит в елках. Миракл на развороте. Готов уже дальше драться. Миракл один против двоих. Пайкат рядом. Теперь у него Пайкат тоже проблема. Миракл пытается помочь своим тиммейтам. И Пайкат умрет. Или Миракл все-таки умирает первый Миракл. Пайкат сразу же за ним. Санейка перекрыли. И Санейка просто делает отсюда. ТП-аут. Лез замес. Ну ты понимаешь, да? То, что он как бы один против троих. И пошел убивать все дела. Да. Климс на первом левеле. Джаш. На самом деле повезло то, что был Fairy Fire у нас у Санейка. Да. Так был бы First Blood. У Миракла против триплы. И это было бы совсем... Слушай, ну это будет весело. Вот этот трипла против той триплы. Это будет весело. Экшн. Да. Джаш взял уже второй левел. Поэтому вкачал Thunder Strike. Помогает немножечко. С Глимсом на первом уровне он такой себе был. Баттлер. Скажем так. Миракл, ты что делаешь? Шарды. Закрыли. Надо забирать как минимум двоих. Пайкат. Проблема огромная. И Fairy Fire прокушал тоже погиб. Ну и Санейка живой. Уйдет отсюда. Джаш. Хороший блок. Сейчас, слушай, у Джаши сейчас будет мана на Глимс. Если что. И Санейка тоже можно вернуть. А, нет. Маны не будет на Глимс, к сожалению. Да, и маны не будет. Да, и кулдаун еще был. Чуть-чуть. Стоит возвращаться сюда триплы? Я думаю, свапаться нужно. Ну, жестко. Они уже проигрывают эту линию. Но возвращаются они. Они возвращаются. Мы видим Бивер уже здесь. Здесь же по-прежнему бегает Санейка. Снизу. Майн-контрол очень больно. Майн-контрол тоже демеджа имеет много. Но уже не так много. Майн-контрол бейтит на себя генерала. Ну, веселый замес у нас и на нижней линии, и на верхней линии. Только в миде пока парни там друг друга не особо напрягают. Ровненько стоят. 13-3, 1-5. В принципе, там ничего интересного нет. Ну, а тут и не должно ничего интересного произойти. Я не знаю, что должно случиться, чтобы один второго убил. Пятый уровень у Медведя. Как-то там корни 15 раз подряд. Тогда может выйти и не умрет. Ну, кстати, да. Матумба умеет корни нажимать в нужный момент. Не раз мы это видели. Так что, может, и здесь что-то произойдет. Ну, трипла успокоилась наконец-то. Я думаю, сейчас отопьются. Ману восстановят. Я думаю, там будет продолжаться. Вот как раз возвращает сюда Санейка. Ну, главное, главное не спешить, главное не принимать каких-то супербыстрых решений. Увидимся, Санейка с уровнем станет немножко попроще. У Пайката опять-таки с уровнем станет немножко попроще. Бивер пока в Миракла все вкастовывает. В Мираклу было неприятно там стоять и фармить крипов. А Миракл 9-2, это, кстати, срабатывает, потому что не особо у него крутой крипсад. Но, с другой стороны, у Пайката 7-0. И тут и тут все плохо. Мешают фармить друг другу? Ну, мне кажется, это на руку команде Na'Vi все-таки. Если будет у Миракла очень много, очень мало убитых крипов, если у него не будет хороших артефактов, у него там даже тапка нет у этого Миракла, это более-менее что-то да получится. Ну, а там уже должно все зависеть от того, как хорошо и как быстро возьмет Dendy level, как быстро он переместится сюда, потому что лондруидом перемещаться не настолько можно продуктивно, как, например, Dragonite с формой. Ну, и опять-таки, Витя. На Бивера. Атака. Ну, пока вот так вот его прогоняет просто отсюда. И Санейка укатывается. Толкнул Миракла, укатился. Ну, страшно. Не дают спокойно жить своим соперникам, ребята, из... Но агрессия продолжается. Одни спамят, другие пытаются нападать. Не, ну, наверное, рано или поздно уже нужно отсюда уйти, потому что они реально здесь потихонечку-потихонечку будут проигрывать. Все-таки это легкая линия противника. Отсюда нужно уходить. Сейчас Дарксир получит там какой-то определенный левел 5. И можно уже его наверх возвращать. Потому что все-таки нужно подфармливать троллю. Тролль без итемов. Это не Джиггернаут без итемов. Джиггернаут посильнее будет. Ну, наверное, да. Но, с другой стороны, опять-таки, преимущества в героях, наверное, которые на других линиях стоят. Потому что, мне кажется, Дарксир с ранним условным левелом 8 и Драгонайт с левелом 8-9, они будут намного неприятнее, чем Медведь и Элдер Тайтон. Хотя, с другой стороны, Элдер Тайтон это та еще заноза, которая очень сильно будет мешать жить. Просто у Миры Клайрегена нету. Если сюда вернуть Дарксир, он щитами его большого уровня очень жестко будет спамить. Ну что ж, ждем дальше, что будет предпринимать на Ави. Если мы видим выход, тем временем, в мид. Попытка от Санейка пока здесь где-то побегать, вкатиться в Матумбамэн. Ну, уже, наверное, поздновато, как бы. Лондруид очень быстро. Написали на ММФ-425. Да, его попробуй убей. И, как бы, мы сами понимаем, что контроля не особо много. То есть, там, за один стан Дэнди ты ничего не сделаешь. Вот в мидл-выход у нас отличается с двух сторон. Корни. Один раз прошли. Шарды. Закрыли Дэнди. Нужны еще корни. Будет Глимс в любом случае. Есть два ТП. Тут же Пивер. Три ТП. И развели и убежали. Развели и убежали. Просто на три ТП развели. А куда? Куда? Так далеко? Ты что? А, хотя Джоша накрыли. Джошу больно. Джош подстанили. Тут же будет подсейв. Да, Джоша засейвили. Ну и катятся слишком далеко. Джош битый. Джоша сильно битый. Его сбривают. У Кура тоже могут быть проблемы. Кура. Кура отрезал сам себя просто от всех. Наорал медведь. Но не убегает никуда. Нави. Кура тоже скорее всего умрет. Мисс. Мисс. Догорит. Догорит. Хорошо. Два минуса сделали. Ну тут ликвиды. Слишком далеко забежали во время этого ганга. Нужно забирать Дэнди дэбл дэмэдж. Нет. Тролль забирает дэбл дэмэдж. И по Тауру надо было побить как раз под эту дэбл дэмэдж. Ну вот Дэнди пока пытается бить медведя. Гримсонули. Закрыли Дэнди. Ну довольно жирный Дэнди. Матумба мэн. Фэрри фаер. Вынужден прокушать. Что горит-то он очень сильно. Неужели догорит? Неужели он догорит? Нет, не догорает. Он нормально все. Он еще отпился. Будет жить Матумба. Медведя пытается помочь. Бивера отгоняет отсюда. Джаш тоже рядом. Забрали Дэнди. Закрыли просто-напросто Бивера. Ну вот. И захотели дальше идти. Вроде все неплохо сделали. Забрали этого ДК. И отошли. Медведя убили от 300 голды. Да. 300 голды это конечно хорошо. Но с другой стороны мы видим Миракл все это время фармил. Миракл вышел на топ-1 по Нетворсу. Майндконтрол тоже с линии никуда не уходил. Майндконтрол в топ-3 по Нетворсу. И лвла у них хорошие. И мы видим на Чирал Ордер уже в 2 даже у Майндконтрола. А он так играет. Да, он или на единичку. Стан. Ну да. На 2 наверное. Или Макс это посевочку. Так. Майндконтрол. Напали. Бивер. Заславил немножечко. Надо бы плюнуть еще Майндконтрол, чтобы погореть. Но дальше наверное не стоит бежать. Там ПТ, стики. Еще телепорт какой-то будет и ты уже оттуда не уйдешь. Вообще убьют тебя где-то там на развороте. Так что лучше наверное далеко не бежать. Ну Майндконтрол пока все ок. Пока все ок, а в миде опять какой-то экшен намечается. Хотят мне Дэнди убивать. Не дают ему простой жизни здесь. Постоянно напрягают. Ну это правильное решение. Нужно гонять Дэнди. Нельзя ему давать спокойно жить. Ну и на постраховке здесь у нас все спеют. Так. Выход на тролля. Так вот он тролль. И закрывает Пайката. Пытается в двух саппортов его разломать. Есть сюда Дарксир. Кстати проблемы могут быть. Джоаш, Мансид, Куро, Куро. Куро покатился дальше. Здесь проблема у Генерала. Я просто зарежусь сейчас. Миракл. Генерал пытается уйти. Не хватает. Немножко Мираклу не достает. Он до Генерала. Генерал убежал. Здесь тем временем Пайкат. Пайкат дотикает ли. Да, шардами его добивает Куро. Бежит. Бежит Миракл. Там на два удара. Крит. Ну это Миракл. Это Миракл браво. Ну это крит. Ну кстати у Миракла там ультимейт даун. Потратил он ультимейт. На Дарксир того же. Он у него все хп сбил. Да, да, да. И мы видим Джигернаут. Пытается убежать. Есть здесь тролль. Тролль может его замедлить. А Миракл раскрутился. Глимсом вернули. Без потерь Ликвидет отсюда уходит. Великолепно сыграло. Да. Браво. Ну опять Миракл. Опять сделал все как надо. Все очень четко. Был очень близок чтобы убежать. Дэнди. Дэнди. Врывается на Куро. Подстанил. Рядом есть Санейка. У Куро проблемы. Куро юзает стики. И укатывается в крипов на хайграунд. Великолепная игра от Куроки. Мне нравится как он уже третью по моему игру на этом групповом этапе. Сейчас было очень смешно. Если бы тиммейты подставили на Сатира. Какой-то трипл килл если бы Сатира замутил. Ладно. Одного Кура хватило бы. Что мы в итоге видим из попыток команды Na'Vi что-то сделать. Мы видим что есть герои которые должны как бы бить здание. Но здание пока даже никто не... Ой Майн Контрол далеко пошел. Очень далеко. У него нет маны на TP-аут. И скорее всего здесь он погибнет. Хотя у него 200 дэмажа с руки. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Майн Контролу здесь не убежать. Слишком поверил в себя Иван. Ну там мисс был. Если мисса не было, он бил бы наверное в следующий удар. Наверное. По 200 дэмэджа когда ты имеешь, лучше не выходить. Драться против этого парня. Ну вот он, этот свап произошел. Все-таки стянулся тролль на легкую линию. Ну не поздновато ли? Поздновато. Поздновато. Надо было раньше намного это делать. Просто у Миракла уже 3 700, а у тролля 3. Ну в принципе не так сильно проигрывается. 500 голды, но все равно. Как бы это по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это лишний брейсер, лишний хп там. Могли быть хотя бы как минимум на уровне эти два парня. Да. Уже есть у Миракла преимущества и по левелу, и по нетворцу. И станет ему немножко наверное попроще. Так, Матумба. Не успеет разбить дабл дэмэдж. Ну вот, наверное, возможность как-то за счет дабл дэмэджа все-таки к тавру переместиться на медлинии, постараться забрать его. Хотя этот не пустит. Медведь не пустит туда, это 100%. Если что, будет перетяжка. Миракл спокойно держит линию на одном месте. Может в лес выбежать, немножко пофармить. Снизу майн-контрол тоже слайна не уходит. Он вообще не переживает. Ну и нави вынуждены искать какие-то варианты где-то по карте. Он постоянно напрягает. Тролль левел 6. Тролль левел 6 это раз. Во-вторых, тролль не может фармить на своей легкой линии. Потому что его в напряжении постоянно майн-контрол держится. Еще Куроку здесь. Куроку у нас по уровню 5, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, должен быть пятый. Приблизительно. Или пятый, или что-то. Ну пятый, пятый должен быть. Настерин сплит пуш. Забирает ликвид понемножечку в вышечку. Никто из нави не защищает ее пока. Смок от нави в миде. По идее. Это смачок. Да, и смачок. Выход на Матумбу. Но там стоит великолепный вард между Т1 и Т2 тавром в миде. Поэтому все видели. И смотри какой еще скан. Туда уже стяжка идет. Сейчас в скан наступят нави. Просто шикарно. Куда ты идешь, Джаш? Они же в скан наступили. Джаш. Он заманивает их. Просто заманивает их. Шикарно играет ликвид. Все видят. Ну и мы видим. Снизу. Пиджей. Пиджей очень больно ему. Пиджей. Майка тролл. Стиков нету. Он просто убежал. Дэнди забрал. Китавру в миде. Так. Закрыли двоих. Проблемы. Миракл раскручивается. Много дэмджа Дэнди впитывает. Генерал тоже рядом. Дэнди. Дэнди играет. Ну что это такое, Джаш? Джаш может сейчас умереть. Да, Джаш просто погибает. Миракл пытается еще кого-то забрать. Дерется с генералом. Будет ли корни. Генерал много дэмджа наносит. Миракл пытается уйти отсюда. Биверу надо просто плюнуть на него. Миракл на развороте просто идет добивать. Генерал раскручивается и убьет. Он генерала. Миракл еще за Бивером до конца. Прогоняет Матумба Мэн. Миракл уворачивается. Все, все. Чего только можно увернуться. Горит он. Бежит на хайграунд. Здесь же Матумба горит. Пайкат пытается догнать корни. Корни по Биверу. Бивер тоже здесь погибает. Минус 3 в итоге в исполнении Ликвид. Шарайна отмели. Еще Пайката поймал. Куроку. Так. Ну будет еще шар, чтобы засловить. У Кура есть Валрус Панч. Сейчас вот Валрус Панч. И Миракл уже рядом. Теперь подстопить. Шарды чистая секунда. Теперь подстопить. Вот так вот. Пайкат. Шарды по двоим. Еще и закрывает. У Пайката огромные проблемы. Просто лопает. Ну и Бивер здесь же. У Бивера огромные траблы. Бивер опять погибает. Это фестиваль, господа. Это фестиваль под названием. Тим Ликвид. Играет в Доту. А пацаны против них бегают и погибают. Ничего на ее сделать не могут. Санейка там забирает. Ну Майн Контролла убили. Топчист Курьера убили. Кура. Ладно. Этого не убьет. В кулдауне был. Ультимейт. Ну 6 тысяч. 13 минута. Печально все. Очень печально. Да. Вышка в миде упала. Яша летит у нас для Миракла. Уже есть у нее Яша. Есть Файзы. Есть Аквилка. Джаш Лавел 6 мы видели. Он умер в прошлой драке. Ну все что надо он сделал. И не один раз. Что у нас у Медведя? Там по идее Мидас и что-то. Мидас 2 500 где-то должно быть у него. Ну где-то так. Ну количество дэмэджа, кстати, довольно неплохое у Нави. 4 тысячи у Бивера. Хороший показатель. Да. 2 900. 3 тысячи у него уже даже. Не 2 500. 3. Молодец. Ну и на топе. Опять на Миракла. Миракл просто улетает. Миракл не стопишься или не отпушил. Все грамотно сделал. И просто улетел пушить Тауэр в другой части карты. Мека. Генерала. Ну вот станет немножечко сейчас более опасная команда Нави в драках. Станет ли? Ну Мека всегда хорошо. Проблема в том, что у Майнконтрола даже денег больше, чем у Дэнди. И у Пайката эта трабла довольно серьезная. Да. Тауэр еще один на халяву падает у нас для Ликвидов. Да. 6 тысячные. 6500 преимущества это уже довольно много. Ну сейчас немножечко конечно отыграют. Счет того, что вышечку здесь заберут. Нави сами забрали 2 Тауэра. Потеряли 3. И в лесу сейчас будет интересная встреча у Пайката. Пайкат. Пайкат. В Сайленсе. Не может ничего сделать. И два саппорта справляются с Пайкатом. Да. Тролль. Просто ничего не может. Да. У тролля огромные проблемы. Беда. Он ничего не может сделать. И нигде не может нафармить. Нави пытается максимум вынести из ситуации. Кура кстати на топе сейчас будет развлекать. Шарды по ДНД. Здесь могут еще и перетянуться. Матумомэн просто Т2 забирает в миде в соло. И снизу еще. Джаш кстати умрет. Джаш должен умирать. Да. Джаш умирает здесь. Ну хорошо. Вот это хорошо. Но 2 Таура падает. 2-2 Таура. Если на миде Медведь вот сейчас вот заберет как раз. И снизу Меркл тоже покушивает. Серьезно. Телепортируется что-то у нас Санейка. Ну Нави хотя бы это 2 забрали на топе. То есть это уже на что-то похоже. Тут проблема в том что уже релик есть у Медведя. И у него уже не то что релик. У него уже почти рейденс. Ну это не фарт называется. И. Бум. Просто взрывается. Это называется не фарт. Ну точнее это называется Майн Контрол. Вспомнил на какой ходкей у него корни. Как обычно. Не Майн Контрол. Простите. Ама Тумбомэн. Ну и Ликвиды делают еще один фрак. Забирают еще один тавер. Я не знаю что делать Нави сейчас. Я понятия не имею вообще. Вот в этой игре. Как тут можно вернуться. Какая нужна драка. Как ее нужно начинать. Ну как сказать подход к решению проблем. 15 минут рейденс у нас. Ну куда. Ну нужно комбинировать. Пытаться комбинировать. Но драка то нету. Пять на пять. Ну там у Пайката вообще ничего нет. Миракл. Вот это неплохо. Стан. Вот он стан. Миракл. Стянори. Вот иллюзия. Миракл. И вард поздно. Стяжка сюда идет у нас от Ликвидов. Сейчас будет ответ на атака. Ну без Миракла. Стоит ли начинать. Дэнни пытается сделать паут. Не сбили МТП. Все нормально. А нет все таки сбили. Все таки сбили. Там хорошенько так урон на автоатаке. Иллюзию свою топнул. Ну и генерал. Это корни. Это матумба. Это матумба. Все нормально, ребята. Тут даже говорить не о чем. Ничего неожиданного вообще. Пайкат здесь. Дэнди здесь. Не видят их Ликвиды. На линию убежали и Пиджей и Дэнди. Скан не туда. Есть байбэк от генерала. Они хотят драться. Покатились с Пайката. Сели втроем. Все. Санейка промахивается. Здесь у Бивера проблемы огромные. Его медведь просто сгорел. В Сайлент скатились все. Дэнди пытается нанести максимальный дэмидж. И GH спрятался. Кастует ультимейт под себя. Никто в этом ультимейте наступил. Неплохо для Na'Vi. Забрали также Куро. Пришел Матума Мэн. Ну и Матума Мэн с Пайкатом драться. Здесь же генерал после байбэка. Медведь будет убегать. Отсюда Дэнди с майндконтролом разбежались в разные стороны. Друг друга никто не нашел. Ну и Na'Vi забрали двух саппортов. Но байбэк сделал генерал. Да. Не очень. Вот можно посмотреть кстати в Fight Recap. Да. Они отыграли тысячу XP. Да. Они отыграли тысячу голды. Ну же Гернаут просто убивали до этого. За счет этого они отыграли все. В общем неплохо. Если бы не байбэк генерала было бы все вообще великолепно. Хоть что-то. Да. Хоть что-то. Аркантапки появляется у Вити. 16-10 счет на 18 минуте. Пока. Ну и Liquid. Будут придумывать дальше что-то. Матумба Мэн. Ну у Матумба Мэн все понятно. Матумба Мэн 700 голды. Уже там у Медведя еще что-то наверное появилось. Ну Рейденс у него по идее. Ну Рейденс тоже есть. Я думаю уже после Рейденс появилось уже вполне. Возможно. Как раз будет выходить. Такую самую наверное стандартную. Так. Дизраптора Форстав. Тоже хорошо. Пошел там ставить ворды. Генерал. Тут тем не менее фармится. Пайп на потом. Тоже правильно. Так. GH. Пайката. Не успел ничего сделать. Вкатываться в Пайкат слишком далеко. Сейчас будет еще подстан. Здесь Макропира. Пайкат умрет. Ничего не сможет сделать. Да. Дэнди впрыгивает в Аджиаша. Хорошая стяжка. Хорошая стяжка на стеночку. Неплохо сыгран. Но тут разлом довольно неприятный. Санейка погибает. Потому что корни прошли. У Бивера огромные проблемы. Бивер пытается убежать. Майнконтрол добивает Бивера. Ну и это уже минус 3 в исполнении команды Ликвид. Мека только сейчас съязается генералом. Влетает в Дэнди. Шарды или будут от Кура. Либо корни. Дэнди отстаниваются. Вот они шарды. Вот на урна на Дэнди. Дэнди пытается что-то сделать. Но это еще один минус. И это 4 в 1. Без вариантов. Выиграна драка команды Ликвид. Ну и поехали на хайграунд. На хайграунд заход. Багдор протекшена нет. Через 2 секунды появится тролль. Через 4 секунды появятся Иосперит и Джакиры. Но у Дэнди нету. Драться нечем. Танчи нечем. Не смогут драться. Да. Дэнди без формы. Поэтому нет смысла что-либо делать. Разве что вот так топоры бросить. Падает мид на 19 минуте. Ну. Это действительно апогей. 19 минуты минус мид. 11 тысяч денег. Да. Преимущество. Это действительно апогей выступление Na'Vi на этом эпицентре. К сожалению. Пока эта команда не готова играть с коллективами типа Ликвид. Генерал. Закрыли в шарды. Пошел Медведь его рубить. Медведь. Корни проходят. Генерал. Вкатились. И просто погибает Генерал. Вкатились на Пайката. Есть Глимс Пайката. Валрус Панч. Просто рассыпается команда Na'Vi. Санейка загоняет уже под Т4. Это 20 минуты игры ребят. И на нижнюю линию перемесились Ликвид. Хилингвард сейчас отколдаунится. Поставят его опять. Продолжают они ломать. Падает Т3. Нету байбэка у Пайката. Нету байбэка у Генерала. Летит сюда Владмирс. Для Матумбы. Это гуд гейм. Уоллплейт. 19 минут. Это самый короткий матч этого турнира. 20 минуточка. Только что вы увидели. Ну вот они Ликвид. То, что им надо было сделать, они сделали. Две победы в группе, два поражения. 2-0 они выиграли. Теперь им нужно ждать матчей OG Secret и LFY Secret. И после этих матчей решится судьба команды Ликвид. Там есть математические шансы, что Ликвид не попадут. Там должно много чего произойти. Но скорее всего мы этих парней увидим. Надо молиться, чтобы Secret просто выиграли OG. Да. Им надо, чтобы Secret выиграли OG и все становится намного проще. Либо чтобы OG выиграли у Secret, потом LFY выиграли у Secret. Если там будет считаться много чего. Но это уже мы потом будем рассуждать. Выйдут Ликвид из этой группы? Не выйдут. Если выйдут, то с какого места? Ну если выйдут, то они только с третьего, по-моему, могут выйти. Со второго они не могут. Соответственно будут играть с проигравшим парой Virtus.pro.eg. Но это уже мы будем считать потом. Но пока мы можем только констатировать тот факт, что… Как говорили наши аналитики, в Na'Vi было что-то, но они все равно проиграют и они проиграли. Да. 0.8. Na'Vi заканчивает участие на Epicenter, не выиграв ни одной карты. Так же как и Clutch Gamers занимает последнее место в своей группе. Ну а Liquid ждут. Liquid ждут. Ждем и мы следующего матча. Следующий матч на этом стриме будет очень крутой. Но более подробно, более детально о нем вам расскажет, конечно, наша студия. Им слова мы и передаем.